Не было бы счастья, да несчастье помогло. На очередном заседании регионального совета по этике было рассмотрено необычное дисциплинарное дело. В чем провинился чиновник и что его спасло от наказания? На заседании совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя и руководителя управления градостроительного и земельного контроля Ерсина Джамонтаева. В департамент агентства по делам госслужбы поступило два представления от областной прокуратуры. Чиновник необоснованно выдал лицензию на строительно-монтажную работу и проектную деятельность, а также положительное заключение при проведении сверки на предмет соблюдения заказчикам новых требований. Ерсин Джамонтаев обжаловал действия прокуратуры, в связи с чем дисциплинарные дела были приостановлены. Из пункта 6 статьи 44 закона государства службы следует, что в совершении государства служащего какого-либо дисциплинарного поступка указано в подпункте 2, 3, 4 и 5 пункта 10 ст. 50 закона. Если он не содержит признаков уголовного окружающего деяния, либо административного правонарушения, влечет наложение установленного законом порядка дисциплинарного изыскания в виде предупреждения неполном служебном соответствии, либо увольнения. При этом по вышеуказанным нарушениям усматриваются признаки состава административного правонарушения, однако в связи с течением сроков привлечь Джамонтаева не представляется возможным. Пока суд доделал в результате оптимизации должность заместителя и руководителя управления градостроительного и земельного контроля была упразднена, и в настоящее время Ерсин Джамонтаев не является госслужащим. Это в какой-то мере спасло чиновника от наказания. Ситуация такова, что в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которые указаны были в представлении прокуратуры. Но в связи с течением срока, да, адам штраф наложить не предсталось возможным, но сама норма статьи 44 говорит, что в случае наличия признака адам правонарушения, признак имеется, соответственно, мы бы на совете по этике его не рассмотрели по-любому. На заседании также рассмотрели результаты деятельности дисциплинарной комиссии госорганов за первый квартал текущего года. Мурат Ивелмажет, это САКПАРАД.